Общественная память 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 но и в сравнении с теми испытаниями военных лет нынешние трудности, даже трудностями-то нельзя называть. Уважаемые коллеги, напомню, что по многочисленным просьбам принято решение о продлении заявок на конкурс школьных музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Мы рассчитываем, что его победители станут известны уже в конце июня, а в сентябре, как и планировано, состоится торжественная церемония награждения. Тогда же будет проведен и международный диктант победы, подготовка к которому идет полным ходом. Безусловным приоритетом для партии и созданного в феврале месяце оргкомитета «Наша победа» остается помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Защитить этих людей и обеспечить их первоочередные потребности – это просто наш общий долг. К сожалению, порой говорить о защите пожилых людей приходит вовсе не в фигуральном смысле этого слова. Совсем недавно в самом центре Москвы в аптеке было совершено хулиганское нападение на пожилого человека возраста 81 год, историка Владислава Дмитриевича Назарова. Это заслуженный ученый, один из крупнейших наших специалистов в области социально-политической истории России 14-17 веков. Владислав Дмитриевич получил серьезные травмы и провел несколько дней в больнице. Я просил бы депутатов фракции «Единая Россия», пожалуй, вас, Александр Евсеевич, взять расследование этого резонансного дела под контроль, но, безусловно, контроль в рамках закона, без, естественно, давления на следствие и без вмешательства в процессуальные действия. Уважаемые коллеги, своего рода визитной карточкой партийного проекта «Историческая память» является мониторинг состояния памятников исторического и культурного наследия в регионах. Как вы знаете, по итогам недавней встречи президента Владимира Владимировича Путина с представителями общественности Липецкой области, эта встреча состоялась в городе Усмань, правительству Российской Федерации, руководителям регионов и российскому историческому обществу поручено представить предложение по выявлению, изучению, охране и использованию объектов культурного наследия, связанных с знаменитой Белгородской засечной чертой. Объекты, связанные с засечными линиями, расположены как минимум в 19 субъектах Российской Федерации. Их состояние существенно разнится от региона к региону. В одних случаях они уже используются в целях познавательного туризма, в других даже не включены в единый государственный реестр памятников исторического и культурного наследия. 20 апреля планируем провести в онлайн-режиме круглый стол с участием ведущих историков из указанных регионов нашей страны, изучающих тему засечных линий. Призываю участников партийного проекта «Историческая память» депутатов, экспертов, рядовых членов партии на местах под эгидой российского исторического общества подключиться к созданию комплексного реестра объектов, связанных с засечными чертами, куда войдут сведения об их текущем состоянии и охранном статусе. Полагаю, что эта работа имеет очень серьезные перспективы. Теперь давайте после моего короткого вступления приступим к обсуждению вопросов. В повестке я попросил бы первым выступить Александра Евсеевича Хейнштейна. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Если позволите, я, Сергей Евгеньевич, кратко доложу об итогах деятельности нашего партийного проекта за прошлый 2019 год. И попрошу мне в этой части помочь Сергею Геннадьевичу Абровальну, первым заместителем министра культуры, присутствующего на студии. А затем также в таком, если можно выразиться, режиме парного конференции мы также отчитаемся о планах на текущий 2020 год. Если позволите, я тогда начну. В 2019 году мы работали по всем направлениям федерального проекта «Историческая память». Ровно год назад, в апреле, в этом же здании, но в другом, в несколько формате состоялось заседание нашего общественного совета, на котором был принят план реализации проекта на ушедший 2019 год. И хочу доложить о том, что большинство поставленных перед нами задач, взятых на себя задач, были выполнены. Основными направлениями работы, напомню, по реализации проекта были определены следующие. Это содействие в сохранении памятников историко-культурного следа, сохранение и возрождение малых исторических мест. Это поддержка развития волонтерского движения, участие в патриотическом воспитании молодежи в рамках мероприятий, приуроченных в годовщине Победы и Великой Отечественной войны. Одним из них стал диктант Победы. Увлековечивание памяти участников и событий Великой Отечественной войны, в виде установок различных мемориальных досок, стелл, объектов, обелисков и так дальше. Проведение акции «Земельники – Герои Российской Федерации», изучение лучших региональных практик для возможного использования на федеральном уровне, содействие развитию регионов ведения в образовательных учреждениях. Кратко остановлюсь на некоторых из этих авторитетных направлений. Ключевое, или одно из ключевых направлений деятельности нашего проекта – это содействие в сохранении памятников историко-культурного наследия. В 2019 году была продолжена работа по разработке конкурсной документации по двум объектам культурного наследия для участия в госпрограмме развития культуры и туризма. Разработана проектная документация для реставрации объектов культурного наследия бывшего городского управа Куликово поле и Патриаршего подворья при храме Воскресения Христова на Семеновском кладбище – это город Москва. В 11 субъектах Российской Федерации продолжались очередные этапы реставрационных работ на объектах культурного наследия – это Республика Татарстан, Владимирская, Костромская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Ярославские области и город Москва. Также продолжались работы по учлению авторского и технического надзора. Для этих целей члены экспертной группы Общественного совета более 50 раз выезжали в регионы России на объекты, где осматривали ситуацию, проводили необходимые совещания с привлечением всех заинтересованных сторон, осуществляли аудит проводимых работ, разрешали спорные или конфликтные ситуации. Здесь мы работаем в тесной связке в одном строю с Министерством культуры России. Более 40 совещаний за истекший период были проведены в Минкульте. Об этом, полагаю, более подробно здесь расскажет член Общественного совета Сергей Геннадьевич Обрывалин, который также в нашем сегодняшнем мероприятии участвует. И в прошлом году мы завершили комплексную реставрацию объекта культурного наследия в Саратовской области, Пугачевский мемориальный дом-музей. По другим направлениям, Сергей Геннадьевич, позволите, по поддержке и развитию волонтерского движения. В прошлом году был организован совместно с ВАПИ, Всевоссийским обществом охраны памятников истории культуры, международный молодежный волонтерский кампус в Самаре. Его участниками стало более 20 добровольцев из разных регионов России, даже из пяти зарубежных государств. Участники кампуса приняли участие в реставрации объекта культурного наследия федерального значения, Иверский женский монастырь, который реставрируется в рамках программы «Историческая память», а затем стали участниками Международного молодежного лагеря и Волгоприловского федерального округа. И касаясь темы волонтерства, отмечу, что на заседании нашего общественного совета год назад было поддержано предложение о разработке упрощенного механизма привлечения волонтеров к работе на реставрации объекта культурного наследия. Рад доложить о том, что наши предложения учтены по словам правительства 25 декабря 2019 года. Этот пункт реализован, и проблем сегодня с привлечением волонтеров к работе на объектах культурного наследия по их реставрации не существует. При необходимости, ну не при необходимости, а более подробно об этом далее расскажет член нашего общественного совета, председатель ВООПИК Артем Геннадьевич Демидов. По патриотическому воспитанию подрастающего поколения важнейшей акцией стал диктант победы. Все его уже сегодня диктант хорошо знают. 7 мая прошлого года он состоялся и прошел во всех регионах нашей страны 23 иностранных государств, почти 1400 площадок, более 150 тысяч участников, которые ответили на 20 вопросов по истории Великой Отечественной войны. Насчитывая на то, что в текущем году мы сумеем еще более качественно эту работу провести. Большое внимание было наделено в прошлом году благоустройство воинских мемориалов, захоронений, памятных знаков, посвященных участникам событий Великой Отечественной войны. Региональное отделение партии «Единая Россия» вместе с властями, местными, региональными волонтерами приводили в надлежащее состояние, проводили уборку территорий непосредственно самих этих объектов. Региональными координаторами проекта «Историческая память» оказывало содействие в деятельности поисковых отрядов в субъектах России. Организовывались мероприятия по торжественному захоронению найденных останков героев. В прошлом году два субъекта нашей Федерации, Рязанская и Нижегородской области, приступили к реализации пилотного проекта «Земляки и герои Российской Федерации». Об этом более подробно расскажет член общественного проекта далее Андрей Леонидович Красов. Отмечу лишь, что вижу задачи наших 30-летия установления высшего звания, звания Героя Российской Федерации. Мы будем отмечать это в 2022 году. Мы должны во всех регионах Российской Федерации увековечить полностью память всех героев Российской Федерации, которые в сегодняшний день не дожили до этих дней или были изначально отмечены высшим званием посмертно. Таковых насчитывается более 700 человек, и сейчас вместе с Ассоциацией Героев мы формируем единый реестр, в котором учтены все сведения о буряковечении в различных формах памяти героев России и территории страны. К сожалению, такого реестра ранее не было. Очень интересная региональная практика, которую мы изучаем и рекомендуем в регионы для дальнейшего использования. Это и парад памяти, который проходит в Самаре уже 10 лет подряд. Акция «Парад под окном», «Альманах неизвестный герой Великой Отечественной войны», это инициатива Тульской области. Очень интересный пример Чувашской республики, где в наглядной и очень доступной форме комиксов издаются материалы, посвященные жизни и подвигу героев Великой Отечественной войны. Содействие в развитии регионоведения в образовательных учреждениях. В прошлом году мы эту задачу перед собой поставили. Проведен анализ текущего состояния. Создана рабочая группа в Министерстве просвещения, ее возглавил министр просвещения. Ну, теперь эту работу на себя принял, назначенный министром, член, кстати, нашего общественного совета Сергей Сергеевич Кравцов. Мы сейчас завершаем разработку предложений по рекомендации по содержанию структур введения регионоведения на региональном, простите, за тавтологию уровне. На этом хотел бы остановиться и, Сергей Сергеевич, если можно, предоставить ей слово. Спасибо. Пожалуйста, Сергей Днянович. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, кратко, в соответствии с меморандумом взаимодействия между Минкультурой и Общественным советом Федерального противного проекта исторической памяти, формирование мероприятий по объектам, включенным в проект исторической памяти, осуществляется на основании предложений Совета. Критерии отбора объектов и виды работ также определяются Советом. Лимит на реставрацию объектов проекта исторической памяти ежегодно составляет порядка 700 миллионов рублей. Кратко, в 2019 году было предусмотрено 840 миллионов рублей, это включая переходящие с 2018 года. Заключены государственные контракты на работу по сохранению 35 объектов культурного наследия. Продолжена масштабная реставрация таких объектов, как Петропавловский собор с колокольней, здание Крестьянского и Двалянского банка, в дом, в котором в 2019 году находился штаб Южной группы Восточного фронта под командой Фрунзе в городе Самара, Благоведческий собор в Смоленской области и другие. Фактически финансирование составило 459 миллионов в целях сохранения исполненных обязательств. Эти 337 предусмотрены и перенесены на 2020 год. С 2019 года в целях комплексной реставрации объектов культурного наследия, минимизации вопросов ввода объектов, обеспечения сетями, выработана концепция по требованию к объектам, планируемым включением в план финансирования. Установлены следующие требования. Это наличие пользователя объекта, оформленное земельно-имущественное отношение, наличие сети инженерно-технического обеспечения, а также выполнение работ под ключ. В связи с чем в 2019 году Минкультура России в целях реализации комплексного подхода по проведению работ на объектах обеспечивает доведение средств федерального бюджета на реализацию проекта сразу на два года, что позволяет эффективно планировать работу на объектах и минимизировать неосвоение средств. Планы на 2020 год в рамках проекта «Историческая память» это лимит на 2020 год составляет 700 млн. рублей, общий лимит с учетом переходящих, значит, перенесенных, это 1,037 млрд. рублей. В соответствии с предложением Общественного совета Федерального партийного проекта «Историческая память» на 2020 год предусмотрено проведение работы по сохранению 31 объекта культурного наследия. Это составляет 41 мероприятие по разработке ПД и проведению ремонта реализационных работ. Также в 2020 году Минкультура России совместно с руководством проекта начаты масштабные восстановительные работы на объекте культурного наследия фабрик кухни завода имени Масленникова в городе Самара в рамках лимитов Минкультуры со сроком реализации до конца 2021 года. По состоянию на 9 апреля по проекту заключено государственных контрактов на сумму 740 млн. рублей, внесено мероприятие в план график закупок на сумму 83 и планируется опубликовать до середины мая 2020 года мероприятие на сумму 214 млн. рублей. То есть это под ключ. После завершения разработки проектно-сметной документации. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Спасибо большое, Александр Евсеевич. Сергей Геннадьевич, за такой очень подробный, практически исчерпывающий отчет о исполнении наших планов по работе над мероприятиями партийного проекта в 2019 году и в планах на текущий год давайте обсудим. Я попросил бы первым выступить Владимира Ростиславовича Мединского, помощника президента Российской Федерации. Владимир Ростиславович, у вас... Да, доброе утро. Передаю. Доброе утро, Сергей Евгеньевич. Рад вас всех видеть, даже в столь необычном для нас формате. Я бы хотел о нескольких проектах рассказать, которые мы запустили совместно с силами ряда организаций и участников проекта «Историческая память». Запустили их с момента нашего последнего встречи в феврале. И что, на мой взгляд, нужно сделать, чтобы они пошли быстрее? Первый проект касается создания единой карты воинских захоронений. Об этом в феврале на оргкомитете говорилось. Особенно актуально это стало в связи с подписанием президента 7 апреля закона об уголовной ответственности за порчу и уничтожение воинских мемориалов, как в стране, так и за рубежом. И в связи с теми событиями, которые буквально день в день произошли в Чехословакии, в Чехии, мы знаем с вами историю памятника Конева. Это непосредственно подпадает под вновь принятый наш федеральный закон. У нас существует ресурс, называется он «Место памяти.рф», который позволяет проводить общественный мониторинг мемориалов, памятников и воинских захоронений. Это ресурс действует по принципу социальной сети, то есть каждый желающий может зарегистрироваться и разместить на интерактивной карте России фотографию объекта, заполнить специальный формуляр при желании, дать свой комментарий по его степени сохранности этого мемориала. А также он позволяет волонтерам координировать мероприятия по благоустройству территории, проводить субботники, организовывать встречи с ветеранами, возложение цветов, ну и оказывать в том числе и общественное давление на тех, кто несет непосредственную ответственность за сохранение этих памятников. В том случае, если силами волонтеров привести их в порядок действительно тяжело. За первое время существования этого ресурса таким общественным образом, на него нанесено 12 тысяч памятных мест, как в России, так и за рубежом. Проведено более 800 субботников, размещено несколько десятков тысяч фотографий до и после мероприятий по благоустройству. В общем, он работает, работает как общественная инициатива. Что предлагаем мы сделать сейчас? Ну, во-первых, я обратился к руководству Министерства иностранных дел, и это поддержано руководством администрации, есть соответствующее поручение Антона Дуардовича, чтобы наше посольство активно включились в мониторинг всех памятников, мест захоронений и так далее, находящихся на территории зарубежных стран. Было же ли соответствующие фотоотчеты, информацию, и чтобы мы могли смотреть, в каком состоянии это находится. Мы знаем с вами, что не только в Восточной Европе, во многих городах всего мира немало захоронений, связанных с нашей историей. Захоронение мемориалов. Второй вопрос. Он находится сейчас также на контроле администрации, но тут я бы просил подключиться и партию «Единая Россия». Это вопрос мониторинга всех памятников, могил, захоронений, мемориалов на территории нашей страны. Их десятки тысяч. Конечно, мы можем полагаться на общественников, но процесс этот будет у нас раскручиваться небыстро. Поэтому я просил бы руководства проекта, Сергея Евгеньевич, официально обратиться к главам субъектов Российской Федерации, являющейся членами «Единой России». Я готов проект соответствующего обращения подготовить по партийной линии, чтобы они дали соответствующим своим службам в первую очередь органам охраны культурного наследия поручение провести в кратчайший срок соответствующий мониторинг и дополнить все то, что не было сделано общественниками. Сделать это уже при подключении специалистов. Органы охраны культурного наследия есть в каждом субъекте Федерации. Они работают в тесной координации с соответствующими органами федеральными. Сергей Евгеньевич Обрывалин, Сергей Инатьевич тоже может, я думаю, принять в этом участие и дать соответствующие директивы по федеральным подразделениям Министерства культуры. Такого же плана. Это позволит нам гораздо быстрее выполнить то поручение и ту задачу, которая перед нами сейчас стоит. Следующий проект, который обсуждался в феврале, это проект создания единой базы фотографии Великой Отечественной войны. Вы знаете, наши архивы, некоторые организации, такие как Московский Дом Фотографии, РИА Новости, ТАСС, имеют существенные фотобанки. Однако проблема в чем? Естественно, они находятся отчасти в свободном доступе, но не в соответствующем высоком качестве высокого разрешения, которое позволяло бы их там сделать, поставить их заставкой на персональный компьютер, выложить их в высоком качестве в сеть. Для этого необходимо ехать в архив, заключать соответствующий договор или обращаться к правообладателям. Это разумная, правильная система, но прилагать к этому определенные усилия, тратить и время, и средства. Мы очень рады, что руководство Росархива пошло нам навстречу и предлагается сделать следующее. Для начала выложить несколько тысяч фотографий в высоком качестве разрешения, в открытом доступе, рассказывающие о реальной истории, настоящей истории Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Особенно нас интересуют, конечно, темы, как встречали Красную армию за рубежом в действительности. Нас интересуют темы борьбы с фальсификацией истории. Фотодокумент – это самое яркое доказательство, не нуждающееся зачастую ни в каких пояснениях. Вот посмотрите, что сделали наши оппоненты. Например, ну не оппоненты, наши коллеги, коллеги и друзья. В Финляндии участвовали во Второй мировой войне? Участвовали. Они отобрали несколько тысяч снимков, которые показывают соответствующие стороны участия финнов в войне, отцифровали их в высочайшем качестве. Они все находятся в свободном доступе. Смотрите, мы же все знаем войну по, по сути, по нескольким десяткам классических гениальных фотокадров. Политрук, знамя над Рейхстагом. Ну давайте еще мы несколько десятков назовем, и все. Мы представляем войну в массовом сознании. Ну не мы с вами, как специалисты, а массовое сознание представляет себе войну именно по этим отпечаткам. Давайте сделаем так, чтобы их было больше, и тогда нам будет легче рассказывать правду о войне. Сейчас соответствующее соглашение заключило Военно-историческое общество с Росархивом. Я работаю уже Росархивом на ЧТА. Еще раз спасибо. Я призываю подключиться к этому проекту, Сергей Евгеньевич, Российское историческое общество. Я призываю к нему подключиться уже Российский фонд культуры, Московский музей фотографии, Вот присутствует здесь Музей Победы. Тоже, пожалуйста, по возможности посмотрите, подключайтесь. Стас также под договором подписался, сейчас ищет юридическое решение, как это сделать правильно. Мне кажется, это будет очень важный и нужный проект, который мы сможем за несколько месяцев сделать и показать, что, собственно, мы же не Финляндия, нам есть показать реальные масштабы. Реальные масштабы войны, реальные масштабы боевых действий, страданий, реальные масштабы подвигов. Еще один проект, последний уже, это Россия. Моя история. Сейчас в 21 городе, где находятся исторические парки России, будут открыты масштабные двойные экспозиции, объединяющие сразу внутри себя, как бы две выставки. Первая выставка художественная. Это будет цифровой аналог той выставки, которая с успехом шла осенью прошлого года в Манеже, которую открывал президент, как вы помните, Катериарх, мэр Москвы. Художественная выставка лучших произведений, скульптур, картин о Великой Отечественной войне и ее наследии. Параллельно с этим будет и историко-просветительская выставка «Правда о войне», которая будет рассказывать о самых малоизученных, интересных и мифологизированных темах Второй мировой войны. Вот как бы будут две выставки в одной. Используя громадный ресурс парков «Россия. Моя история», мы совместно с Министерством культуры, опираясь на его поддержку, этот проект запускаем. Сопровождаться выставки будут бесплатные, экскурсионные и образовательные программы. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы все карантинные ограничения будут сняты. И тогда на эту выставку пойдут и школьники, и студенты, и кадеты. Ну и, конечно, рассчитываем на широкое участие всех граждан России, которые любят эти парки, ходят туда, смотрят. А это будет новая экспозиция. Ну и, наконец, к Пасхе, к следующим выходным, полностью завершаются работы по созданию и обустройству территории Ржевского мемориала в Герской области. Мемориал уникальный, не только в силах своего масштаба. Представьте себе, в чистом поле памятник высотой почти с 12-этажный жилой дом. Не только в силу уникального архитектурно-инженерного решения второго такого памятника, пожалуй, и нет на территории ни России, ни бывшего Советского Союза. Но и уникальна в силу того, что, отталкиваясь от инициативы и большой стартовой помощи союзного государства, он полностью создан на народные пожертвы. Мы даже пытаемся публично, пока не завершили работы, не называть окончательный бюджет, потому что экономится действительно каждая копейка. Гигантские работы проводятся с учетом того, что это деньги, которые вносили простые люди. Более 5 тысяч только частных лиц внесли вклад в создание этого памятника. Поэтому я думаю, что мы, когда будет принято решение о торжественном открытии, с удовольствием пригласим Сергея Евгеньевича и вас, и руководству проекта «Историческая память» на действительно это историческое событие открытия мемориала. Спасибо большое. Я еще раз хотел бы поблагодарить всех координаторов и руководителей проекта «Историческая память» за огромный вклад, который они делают в сохранение исторической памяти. и всячески готов оказывать максимальное содействие вашей работе, ну, собственно, нашей работе. Спасибо большое. Владимир Вячеславович, спасибо большое за подробную информацию о ходе работ по нескольким очень интересным, содержательным проектам. Что касается проекта, касающегося памятников на территории Российской Федерации, памятников и сохранений, давайте вместе я готов обратиться к руководителям субъектов Федерации с тем, чтобы мониторинг за этими памятниками нам провести, понять их состояние и определить, так сказать, объем будущих работ. Спасибо большое. Попрошу выступить Константина Ильича Могилевского, исполнительного директора Фонда истории Отечества. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, я хотел бы очень коротко сказать несколько слов в развитии той темы, которую, Сергей Евгеньевич, затронули, о засеченных линиях. Это важнейший памятник нашей истории. Еще начиная с 16-го, 17-го веков границы российского, тогда еще московского по началу государства потихоньку продвигались на юг и на восток. И первоначально, вы знаете, строились вот эти засеки, когда деревья рубились и падали кронами туда, в сторону внешнюю. И тем самым препятствовали набегам. Границы продвигались вперед, технологии совершенствовались, и 17-й, а тем более 18-й век, фактически до середины 18-го века их строили. Это уже земляные укрепления. И эти земляные укрепления, они были построены нашими предками, самыми простыми орудиями, деревянными лопатами. Десятки тысяч человек работали, строились вот такие валы. На этих валах оборудовались крепости по всем правилам тогдашнего фортификационного искусства, редуты, фельдшанцы. И поразительно, что большая часть этого наследия сохранилась до сегодняшнего дня. Там, где не велась такая интенсивная хозяйственная деятельность, очень хорошо видны эти памятники, эти валы, особенно это относится к валам 18-го века. В разных регионах по-разному. Здесь есть депутаты от Самарской области. В Самарской области, наверное, образцовый подход к сохранению этого наследия. Эти памятники выявлены, они поставлены на учет, они являются памятниками археологического наследия федерального значения. Так, к сожалению, далеко не во всех местах. И нам действительно для того, чтобы выполнить поручение главы государства, наверное, стоило бы объединить усилия для инвентаризации, в первую очередь, этого дела. Мне кажется, если бы мы смогли включить в план работы нашего проекта, историческая память, эту деятельность по инвентаризации, потом подготовке предложений по постановке на учет и дальнейшему использованию в туристических целях. Мне кажется, это был бы хороший наш большой вклад. Два слова о международном направлении нашей работы. На прошлом заседании и Александр Евгеньевич докладывал, и Владимир Ростиславович очень, по-моему, Йомко тогда сформулировал то, что у нас в самых разных странах Европы в европейском движении сопротивления принимали участие, а часто играли ведущую роль наши соотечественники, советские граждане или военнопленные, или угнанные на принудительные работы, а иногда эмигранты. И есть очень важная задача, кажется, мы ее сможем решить. В Бельгии на кладбище Рубермонт, где похоронены в том числе наши соотечественники, все-таки установить для начала памятный камень, а потом памятник нашим солдатам-партизанам. Такая же работа ведется, например, во Франции и в городе Тиль, где действовал женский партизанский отряд Родина, там, уверены, после снятия необходимых ограничений будет тоже установлен памятник. В Италии несколько лет назад вскрыли могилу нашего соотечественника, партизана Владимира Тулиска, потому что в итальянских реестрах это захоронение числилось не как военное захоронение, которое вечно должно оставаться неприкосновенностью, за которое не нужно платить, а гражданское захоронение. Срок прошел, могилу вскрыли, останки изъяли, но вовремя вмешались и итальянские общественные деятели, и наши. Вот теперь благодаря совместной работе и коллег из российского исторического общества, посольства России, итальянских общественных организаций удалось договориться о том, чтобы это захоронение было возвращено на место уже в том статусе, который подобает. И мне кажется, было бы очень важно взять на заметку то, о чем сказал Владимир Ростиславович, об организации мониторинга наших захоронений за рубежом, а в этом смысле очень хороший опыт в Словении, где на протяжении последних десяти лет не только не было никаких случаев вандализма, но и были действительно поставлены на учет все, даже выявлены новые захоронения наших солдат времен Первой и Второй мировой войны. И у каждого захоронения проводятся регулярные мероприятия, находятся способы поощрить местную общественность, которая участвует в благоустройстве, в каком-то сохранении, вот в местных захоронениях наших солдат. Мне кажется, очень хорошие опыты. Можно было бы на одно из следующих совещаний пригласить Дом Глапурыча Завгаева, он бы им поделился. Спасибо большое. Спасибо, Константин, в отличие от выступления. Я даю микрофон Ольге Николаевне, председателю Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры России». Пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Коронавирус, конечно, влияет на наше запланированное влияние, связанное с 73-м победой. В связи с этим, у меня есть два предложения и одна заметка. Предложение первое. Сейчас молодежь в основном сидит в интернете, и поэтому, как мне кажется, очень важно подумать над тем, чем они занимаются в интернете. Мы с коллегами, за что мы огромную благодарность хотим выразить и российскому историческому обществу, и российскому военно-историческому обществу, разработали образовательную платформу, это такое приложение, которое можно скачать на телефон, где размещаем и историческую информацию, и курсы по подготовке волонтеров к тому или иному мероприятию. Там есть единый стандарт подготовки волонтеров Года памяти и славы, куда мы включили блок, связанный с историей Великой Отечественной войны, который, как раз, вместе с коллегами делали. Там все очень интересно, очень просто, в картинках, в видео, поэтому, мне кажется, это такая возможность, которую можно использовать для того, чтобы молодежь там сидела. И, кстати, Сергей Евгеньевич, вы говорили о том, что в условиях коронавируса, может быть, действительно есть смысл обратить внимание на восстановление истории семьи. Вот как раз эта платформа содержит курс, который позволяет понять, с чего начать восстанавливать историю семьи, находясь дома. Мы собрали там все основные интернет-порталы, где можно, находясь дома, узнать ту или иную информацию. Ну, а если вдруг у человека останутся вопросы, специально через нашу группу ВКонтакте мы подготовили более тысячи волонтеров, которые в онлайн-режиме консультируют и помогают ответить на все вопросы. Буквально две недели этот курс запущен, к нам уже поступило более 1700 заявок. В основном, конечно, интересуется с того, с чего начать. А мы понимаем, что в первую очередь нужно начать как раз с общения с родственниками. Ну, и очень много как раз вопросов, связанных с восстановлением боевого пути героя, который сражался в годы Великой Отечественной войны. Второе предложение. Мы традиционно проводим конкурс «Послы Победы». Лучшие добровольцы в этом году из-за рубежа должны были приехать в Москву для того, чтобы стать волонтерами парада Победы. Понятно, что планы меняются. И мы перенесли это мероприятие на сентябрь, на 75-летие окончания Второй мировой войны. Вместе с Росмолодежью, с правительством Сахалинской области мы делаем огромный патриотический форум. И туда приедают добровольцы из разных стран, из России. Форум будет посвящен окончанию 75-летнего окончания Второй мировой войны. У меня есть предложение, возможно, инкорпорировать в программу какую-то историческую состояющую. Это могут быть выставки, образовательные блоки. Вот мы сейчас в процессе составления программы. Будем рады, если коллеги из Общественного Совета тоже подключатся к этой идее. И третье. Александр Евсеевич рассказывает о мобильном бригаде помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Сейчас мы это делаем, безусловно, коронавируса удаленно. На базе общественных приемных Единой России созданы волонтерские штабы, которые в ежедневном режиме помогают пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, начиная от простого человеческого общения по телефону, заканчивая доставкой продуктов питания, медикаментов, книг, газет. Просьбы у ветеранов совершенно разные. Но в этом году партия должна была помочь в доставке и сопровождении некоторых ветеранов, которые должны были приехать в парад. И вот они сейчас, к сожалению, понятно, очень расстроены, потому что недавно было принято решение, что ветераны не смогут принять участие в параде победы. И поэтому нам здесь нужно подумать, как поздравить ветеранов Великой Отечественной войны в условиях коронавируса, потому что они очень сильно переживают на этот счет. И у них нет решения, но, мне кажется, это та задача, на которую мы должны были задумать. Спасибо. Спасибо, Ольга Николаевна, и за ваше выступление, за инициативы, очень интересные и правильные. Ну и вообще за большую работу, которую под вашим руководством проводит движение «Волонтеры России». Спасибо. Прошу выступить Артема Геннадьевича, председателя Центрального Совета Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, добрый день, уважаемые коллеги. Я немножко продолжу тему волонтерского движения. Хочу сказать, что прошлый год, 2019-й, был первым годом реализации национального проекта «Культура», в котором поддержка добровольческих движений и сохранение культурного наследия являлась и является одним из направлений. И хочу сказать, что это направление, первый год его реализации, было реализовано достаточно успешно, очень ярко и, более того, показало одну из лучших динамик, на мой взгляд, в целом национального проекта «Культура». Хочу поблагодарить в пользу случаям присутствующих здесь Владимир Вячеславовича Мединского и Сергея Геннадьевича Абровалина, которые просто лично и очень внимательно относились и относятся к реализации этого проекта. В частности, по количеству привлеченных добровольцев, зарегистрированных в базе добровольца «Культура», показатель плановый в 10 тысяч волонтеров за 2019 год был перевыполнен. И в прошлом году, по данным Ассоциации волонтерских центров, в России 40 тысяч добровольцев идентифицировали себя как «Добровольцы культуры» и приняли в течение года участие в разных мероприятиях. По линии Министерства культуры было поддержано более 30 проектов волонтерских движений и организаций в 20 регионах страны. В 72 регионах на более 100 объектов культурного наследия в апреле прошлого года «День заботы о памятнике культуры». Такая вот замечательная акция, в которой мы, в том числе, я рассказывал о ней на Совете «Историческая память». И в школе волонтеров наследия в прошлом году, тоже значительный результат, в 20 регионах прошли обучение первичным навыкам, как теоретическим, так и, что важно, практическим работам с памятниками истории культуры, 1600 человек. В конце 2019 года, как сказал уже Айсен Ивсеич, было принято положение об условиях и порядке участия добровольцев в работах на объекте культурного наследия. Этот год, я думаю, понятно, что с поправкой на ситуацию покажет, насколько это положение в полной или не полной мере удовлетворяет волонтерские движения и организации. Хотя мы уже сейчас можем сказать, я бы попросил бы даже наш проект к этому подключиться, рекомендовать Министерству культуры на опережение рассмотреть возможность расширения перечня работ, к которым могут быть допущены волонтеры. Тем более, что и Министерство культуры, и наша организация, и профессиональное сообщество, в частности, Союз реставраторов России, предлагал несколько более расширенную версию этого проекта первоначально. В частности, туда, например, сейчас не вошли подготовительные запуска работы по консервации, актиларийные работы и работы археологов. На наш взгляд, волонтеров под надзором аттестованных специалистов таким работам привлекать можно, и нужно, тем более, что практика такова, что их действительно привлекает. Еще раз скажу, что это большое достижение, что порядок был принят. Очень важно сейчас наблюдать практику этого, может быть, следующего года, да, сезон не будет вот сорван. И все-таки задуматься над тем, чтобы этот порядок расширять. Вот. И я вам скажу, что на этот год также по линии национального проекта и наша организация запланирована продолжение всех тех проектов, о которых я сказал, вот они сейчас корректируются, часть переводится в дистанционный формат, часть отобегаются в сроки, но в целом все показатели будем стремиться выполнять. И отдельно еще отмечу, что волонтеры культуры, вот, которые наша организация и ассоциация волонтерских центров сейчас учитывает и объединяет региональное сообщество волонтеров культуры, они в сложившейся ситуации в стране и в мире не остаются, как бы, бездействительными, да, они очень активно подключаются и вовлекаются в различные проекты помощи людям, в том числе в акции, которые в стране проходят, с хэштегом «Мы вместе». У меня передо мной здесь справка, я вам все зачитывать не буду, просто перечислю субъекты Российской Федерации, где волонтеры культуры, региональные сообщества, с вами подтверждениями культуры и помогают людям в ситуации с коронавирусом. Это Республика Ратарстан, Оренбуржия, Республика Адыгея, Астраханская область, Самарская область. В том числе волонтеры изготавливают маски, раздают их бесплатно людям пожилого возраста, проводят онлайн-экскурсии, вот, например, отряд промоэкскурсовод, онлайн-экскурсии по комплексу Нижегородского Кремля, ну и так далее, и так далее. Всего более 60 регионов. Это те самые добровольцы культуры, которые подключаются сегодня к этим мероприятиям. И в завершение хочу сказать, что мы тоже очень с радостью восприняли решение по памятнику и различные черты. И в нашей организации, Российское общество охраны памятника и истории культуры, большой опыт выявления, постановки на учет и разработки сопутствующей документации. Это предмет охраны и территория объекта культуры и наследия, и поэтому мы с радостью в другом столе и готовы оказать всяческую помощь, поддержку, как на волонтерских, на профессиональных. И отдельно еще отмечу такую проблему, которую, возможно, можно подработать в рамках нашего проекта, сейчас обратившись к министерству культуры, и, возможно, она даже должна быть реализована в рамках изгнанных инициатив. Это проблема государственной охраны объектов культуры и наследия, расположенных на одновременно границах разных регионов Российской Федерации. То, что как раз, если мы засечу на черту, как единый комплекс представлять и, возможно, охранять, возникнет вот эта проблема. Очень простой пример водоподводящей системы Петербурга, который является объектом ЮНЕС, расположен одновременно на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Ее государственная охрана в этой связи содержит ряд противоречий, то есть два разных субъекта Российской Федерации охраняют один единый памятник. Или, например, то же самое часто бывает, когда охраняется ландшафт или ВИП-объект. Объект расположен на одной территории, на одной субъекте, на территории одного субъекта Российской Федерации, охраняемый ландшафт на территории другого. Вот. Может быть, здание предусмотреть в этой связи законопроектные предложения и так их проблему решать, мы тоже готовы принять в этом участие. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Антон, за подробную информацию о работе волонтеров культуры, которые вносят вполне конкретный вклад и в сохранение исторического культурного наследия, а значит, в вклад в сохранение исторической памяти. Спасибо. Попрошу выступить Андрея Леонидовича Красова, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемый Сергей Евгеньевич. Доброе утро, коллеги, и доброго всем нам здоровья. В прошлом году мы начали реализовывать направление проекта «Историческая память», «Память героев», по увековечению памяти героев Российской Федерации. Это уникальная возможность вспомнить и рассказать о патриотах Российской Федерации, о героях нашей страны и подвигах. И здесь нужно отметить как бы три направления, чего мы достигли в ходе выполнения этой работы. Так мы совместно с Российской Ассоциацией героев, я благодарен им за совместную работу, проделали большую информационно-аналитическую работу по сбору и сверке данных по героям Российской Федерации по всей стране. В результате совместной работы вместе с Российской Ассоциацией героев на основе их данных и сайта героев страны подготовили ее в виде сводной таблицы. Правда, у нас возникла небольшая проблема. Если основная сводная таблица мы героев Российской Федерации привязывали к тому региону, где они родились, но у нас оказалось, есть граждане Российской Федерации, которые удостоены звания героя Российской Федерации, которые родились за пределами Российской Федерации. Здесь мы поступили следующим образом. Мы привязали герой Российской Федерации, который проживает в том или ином регионе, либо захоронен в том или ином регионе. Параллельно с этим мы начали разработку по рисунку каждого героя и создание художественного биографического текста его подвига. И вот на примере Рязанской области мы подготовили макета с описанием подвига героев Российской Федерации. Теперь можем показать то, что у нас получилось. Вот такие информационные плакаты героев России, уроженцев Рязанской области с кратким описанием их подвигов и портретами послужат макетами, шаблонами для других регионов, которые будут участвовать в данной акции. Плакаты с фотографиями героев будут размещаться в образовательных учреждениях, культурно-досуговых и молодежных центрах, музеях регионов. Ну, что касается реестра увековечения памяти, о нем очень подробно остановился Александр Евсеевич. Я не буду о нем как бы далее говорить, но все вот эти исходные данные и сводная таблица по героям, и макеты шаблонов, и реестру увековечения памяти в начале года мы отправили в регионы, которые с начала года подключились к работе по увековечению памяти героев Российской Федерации. Мы планируем в декабре этого года подвести первые итоги работы. Дело нужное, потому что необходимо на примере наших героев Российской Федерации воспитывать новое поколение патриотов Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, Андрей Алиныч, и за информацию, предоставленную членом общественного совета, и за ту большую работу, которую вы проводите, причем, знаю вас уже много-много лет, этой работой вы занимаетесь с большим энтузиазмом. Спасибо большое. Дополнение со стороны Александра Евсеевича Хейнштейна. Нет? Нет. Спасибо. По другим вопросам? Пожалуйста. Спасибо, Сергей Ильич. Очень кратко, в дополнение к тому, о чем уже сказали коллеги, по плану работы на текущий год, просто несколько реперных таких точек и цифр, учитывая, что потом запись нашего мероприятия будет в интернете. Значит, по сохранению объектов культурного наследия в текущем году задача стоит перед нами полностью завершить реставрационные работы на пяти объектах в Смоленской области, в Самарской области, в Костромской области и в городе Москве, и продолжить работу на 25 объектах культурного наследия в различных регионах. По поддержке волонтерского движения, о чем сказал Артем Геннадьевич Демидов, в текущем году перед нами стоит задача в 10 субъектах России, Москве, Питере, Пскове, Орелок, Владимирское, Иркутское, Ленинградское, Самарской области, Республики Тазарстан и Крым провести школу волонтеров наследия. Общее число должно составить не менее 2000 человек. Смысл этой акции в том, что в рамках школы молодые люди будут, с одной стороны, получать теоретические знания, а с другой стороны, будут на практическом опыте привлекаться непосредственно к работе по участию в реставрации. По законодательной деятельности мы продолжим начатую в прошлом году эту работу. По подготовке и дальнейшему внесению законодательных инициатив, в том числе это касается упрощенного механизма аннулированной лицензии для недобросовестных организаций подрядчиков на производство реставрационных работ на обедку культурного наследия, большая проблема, когда некачественные подрядчики не исполняют требования, но оперативных, к сожалению, расстройств с ним не получается. И это же касается усиления уголовной и административной ответственности за причинение ущерба на обедку культурного наследия и некачественное проведение реставрационных работ. По самому главному направлению деятельности текущего года, это, конечно же, Сергей Евгеньевич, 75-летие побед, это год памяти и славы. Очень жаль, что объективная ситуация не дает нам развернуть в полную мощь все начатые проекты. Коллеги о них так или иначе упомянули. Это и диктант победы, который, хочу еще раз, уважаемый член общественного совета, акцентировать. Мы переносим с ранее заявленной даты ориентировочно на сентябрь текущего года. Тем не менее, работа по его подготовке идет. В настоящий момент уже более 6 тысяч площадок заявили о своей готовности во всех регионах России и расширяется география этой акции. Я хочу поблагодарить здесь Россотрудничество. Это наш основной партнер. Если в прошлом году мы развернули эти площадки в 23 государствах, то в этом году уже о готовности объявило более 35 стран, включая, что для нас важно, все страны антигейперской коалиции, все страны Западной и Восточной Европы, так или иначе, воевавшими с врагами. По передаче телефонов нашим участникам и инвалидам Великой Отечественной войны эта работа ведется, к сожалению, как вы, Сергей Ильинич, справедливо заметили. Ситуация не дает нам в полной мере эту работу завершить, в том смысле, чтобы каждого фронтовика обеспечить телефоном, потому что любые контакты с людьми этого возраста крайне тяжелы. Но докладываю о том, что телефоны в регионы поехали. Волонтеры Победы, наш партнер в этой части, подписал соглашение с четырьмя основными операторами сотовой связи. Все они предоставили бесплатно сотовые телефоны, и дальше будет предоставлен тариф пожизненный, бесплатный для фронтовиков. Их у нас свыше 50 тысяч человек в течение ближайшей недели во все регионы на базе региональных отделений партии. Все телефоны туда поступят, и поименный список у нас составлен. Так же, как и завершена работа по цифровизации всей информации о наших фронтовиков. Сегодня мы знаем их поименно и понимаем, какие проблемы и нужны перед ними стоят. И завершая по теме, поднятой Владимира Встиславовича, Мединским правильный и очень нужный, это и касается хранения воинских мемориалов, и контроль за этим, и предложение по использованию проекта «Место памяти». Безусловно, мы это будем делать. Это касается не только воинских захоронений, я имею в виду цифровизации этих сведений, но и всех объектов, связанных с Великой Отечественной войной. Это мемориальные комплексы, не привязанные к захоронениям, это музеи, подобные образовательные учреждения, посвященные войне, это мемориальные доски. К сожалению, сегодня эти сведения никак не саккумулированы. У каждого субъекта, если можно так выразиться, есть какой-то свой блок, около 10-15 тысяч объектов, но по нашим экспертным оценкам, таких объектов в стране от 130 до 150 тысяч. И в ближайшее время мы приступим уже непосредственно к реализации проекта по нанесению в цифре в интерактивном режиме всего, что касается Великой Отечественной войны. У меня, Сергеич, на этом все. Хочу еще раз поблагодарить всех членов Общественного Совета, региональных координаторов проекта, региональных членов Общественных Советов в исторической памяти за действительно очень большую работу, которая ведется и будет идти дальше, несмотря ни на какие коронавирусы победили действительно всех, и Полоцов, и Печенегов, и фашистов, и Наполеона, и польских интервентов. Но с коронавирусом действительно справимся тем более. И пока мы ведем работу, пришло сообщение по ленту на форумагентства о том, что возбуждено уголовное дело по факту сноса и надругательства над памятником маршалу Конева в городе Праге, как раз в рамках нового состава Уголовного кодекса. Я полагаю, что это очень правильное и долгожданное решение, надеясь на то, что следственные действия сумеют не просто кого-то привести в чувство, но и какие-то процессуальные действия за этим последуют. Ну а мы, с твоей стороны, конечно, всем необходимым инструментарием, коллег будем вооружать, и, следующее, ваше поручение в части контроля депутатского за расследование уголовного дела по нападению на уважаемого историка, конечно же, будет осуществлено в полном опице. Спасибо. Спасибо, Александр Алексеевич, в том числе и за то, что вы информировали о том, как идет работа по реализации проекта по обеспечению мобильной телефонной связи наших дорогих ветеранов. Я, пользуясь случаем, хочу еще и еще раз поблагодарить руководителей и сотрудников четырех компаний, операторов телефонной связи, которые включились в этот проект и, по сути, обеспечат наших ветеранов мобильной телефонной связи. Спасибо вам большое. Коллеги, у нас есть еще совсем чуть-чуть времени. Кто хотел бы из соучастников нашего сегодняшнего совещания дать, ну, может быть, совсем короткие комментарии. Если желающие есть, я прошу обозначить себя, обозначить свое желание, представив себя для того, чтобы операторы нашей сегодняшней видеоконференции вас подключили к звуковому каналу. У меня есть желание. Так, пожалуйста, назовите себя погромче, чтобы операторы слышали. Н.Г. Ватова Ася Викторовна, заместитель директора Института археологии Российской Академии науки. Пожалуйста. Мы с Николаем Андреевичем, так сказать, очень подробно беседовали, что мы можем предложить со стороны археологов, так сказать, в этой программе. И очень коротко выделили несколько пунктов. Прежде всего, участие археологов в работе, связанной с Великой Отечественной войной. Мы недавно организовали совместный круглый стол с представителями Государственной Дома с Битбаевым Эльдаром по работам археологов, которые могут улучшить качество фиксации при работах поисковиков. И считаю, что очень полезно организовать какую-то школу или семинар со специалистами-археологами для волонтеров. И, возможно, либо издать какие-то брошюры, или сделать видеоуроки от ведущих специалистов, что, конечно, повысит качество работ, поскольку мы понимаем, что через какое-то время все эти вещи, они тоже, так сказать, захоронения перейдут в разряд археологических памятников. И, так сказать, такой запрос со стороны волонтеров, в общем, для археологов очень казался интересным. Также очень хорошо, чтобы волонтерское движение шире распространялось и на археологические раскопки, как в Центральной России, в Крыму, в Сибири и, может быть, даже на раскопки в Московском Кремле, которые будут, надеюсь, проводиться. А также, с точки зрения засек, это замечательный, интересный проект. И очень важно сделать и фиксационную часть, и привести эти памятники все в разряд объекта археологического наследия, и, может быть, сделать какую-то программу по их изучению, поскольку мы знаем, что сейчас этим занимается Куликово поле, музей, у них очень интересные результаты. Но, наверное, существуют какие-то разные системы этих засек и организации обороны в разные периоды времени. Это тоже крайне важная тема. Также мы поддерживаем борьбу с фальсификацией истории, что для археологов также очень актуально. Может быть, стоило бы провести какую-то конференцию. Давно этого не было, и мне кажется, что ее освещение, освещение, опять-таки, в интернете, да, как-то позволит бороться, так сказать, с подобным явлением. Вот. Но и последнее, так сказать, что у нас есть очень интересные археологические объекты, которые достойны и показа, и связанные с знаковыми событиями в нашей истории. Там, такие, как городище Клещенко, Переславлено-Залезовским, какие-то крупные, там, сарматские курганы в Крыму, Краснодаре, в Оренбургской области, наскальные изображения. Многие из них, как ни странно, находятся сейчас уже в частной собственности. И мне кажется, что подобные уникальные объекты надо все-таки так-то переводить в государственную собственность и делать объектами показа. Может быть, разработать какую-то программу на этот счет, может быть, совместно с Минкультом, может быть, наоборот, в рамках государственного частного партнерства. Но, несомненно, работы с объектами археологического наследия очень большая часть нашей истории. Но если мы уже, так сказать, про печенетов и половцев вспомнили, то, наверное, археологию тоже надо, так сказать, подключать более существенно. Потому что в программах очень много, и это очень здорово, реставрационных объектов, и практически нет ни одного археологического. Спасибо. Спасибо большое за ваши существенные дополнения. Давайте внимательно подумаем над вашими предложениями. Пожалуйста, коллеги, кто еще хотел бы высказаться? Пока нет. Тогда мы должны еще решить один вопрос, который внесен в нашу повестку. внести изменения в состав Общественного Совета и утвердить обновленный состав Общественного Совета и экспертной группы. Соответствующие списки также находятся в материалах к нашему заседанию. Они у вас на столах. Есть ли с вашей стороны какие-либо замечания по кандидатам и в обновленный Совет Общественного Совета, и в экспертную группу? Нет? Тогда утверждаем. Ну, мне осталось поблагодарить вас за большую работу. Хоть и работа наша сейчас происходит в таких не совсем обычных и непростых условиях, но тем не менее мы просто обязаны выполнить все то, что мы запланировали и внести наш вклад в сохранение исторической памяти. Спасибо. Работу продолжаем. Спасибо.